В Карганде чемпион паралимпийского юношеского чемпионата Казахстана по плаванию не может получить протез из-за ошибки на портале социальных услуг. Четвертый месяц родители 14-летнего спортсмена обходят по кругу всей инстанции. Как попадают ошибки на портал и почему так сложно их исправить, разбиралась Людмила Батюшкина. Коля Шинкаренко родился без ноги. Он носит протез от бедра. Мальчику 14 лет, он быстро растет. На последнем юношеском чемпионате Казахстана по паралимпийскому плаванию Коля занял два первых и два вторых места. Но дальнейшие победы под вопросом, как и полноценная учеба в школе. Представьте то, что у вас сейчас нога, допустим, станет на полсантиметра короче. Когда ходишь, у тебя постоянно спина в напряжении, и это тоже влияет на результаты. Еще в июне на портале социальных услуг мама-подростка обнаружила сразу три ошибки. Коли предписали не те виды протеза и костылей, и только одну пару ортопедической обуви вместо двух. Найти того, кто ошибся, не удалось. А подростка заставили заново пройти комиссию, переписали программу реабилитации, но и это не помогло. В итоге, что мой ребенок может остаться без протеза в этом году. Протезный центр, я не знаю, до какого месяца они работают, но чаще всего в ноябре уже там практически никого нет. Они все уходят в отпуска. С начала этого года государство предоставляет средства реабилитации для инвалидов через портал социальных услуг. Сайт удобный, люди могут сами выбрать производителя. Но к общественнику Ниязу Суниталиеву обращается много людей с жалобами на ошибки. Здесь фактически нельзя в Караганде это исправить. Портал находится в ведении Министерства труда социальной защиты, и вся техническая служба, которая работает с порталом, находится в Нур-Султане. В Комитете труда социальной защиты и миграции проверили всю документацию Коли Шинкаренко. Там заверили, что ошибку исправили. Реабилитация была отображена протез голени вместо протеза бедра. Может быть, сбой вызванный переходом со старой на новую систему ЕСОБЕС. При возникновении подобных проблем людям с инвалидностью в Минтруда советуют обращаться в контакт-центр по номеру 1414. Правда, Татьяна Шинкаренко уверяет, что звонки на этот номер ей не помогли. Людмила Батюшкина, Ирина Нинашева, Информбюро, Карагандинская область.